Вставай Доброе утро, Казахстан! Это утреннее шоу «Будельники». Доброе утро! Сегодня у нас вот такой замечательный понедельник, Жень. Эх, понедельник! Бодрый, как всегда, в принципе. Ты знаешь, мы всегда понедельники встречаем с хорошим настроением. И с такой боевом настроением. Потому что нам нужно сегодня набраться столько энергии, для того, чтобы нам хватило на целую неделю. Кстати, а ты заметила, у нас то позитивное утро, то оно спортивное, то оно красивое, а сегодня оно будет золотое. Почему золотое, мы узнаем в следующей студии, друзья мои. Напоминаем, что ввели мы рубрику свою «Инстаграмщик». Что это вообще такое? Инстаграмщик – это такая вещь, когда вы отправляете нам свои фото, видео на тему «Я и моя зубная щетка». Хэштегом «Будельники Музон». И потом мы будем выбирать самые лучшие, а может и все, и покажем на весь Казахстан. Кстати, это очень крутой пиар для того, чтобы пропиарить ваш аккаунт в «Инстаграм». Поэтому давайте пиариться, давайте будем фотографироваться, давайте будем какими-то креативными, давайте сумасшедшими немножко, потому что живем все-таки один раз. Можно уж себе позволить. Можно себе позволить показать себя на весь Казахстан. Ну и можем мы сейчас себе позволить показать замечательные клипы, которые у нас каждый день идут на лучшем музыкальном. Знаете, друзья, когда мы спускаемся со своего трона и садимся на этот мешочек, значит, кто-то у нас в гостях. Когда мы выграем у него такие вот жирные шеи, тогда у нас группа в гостях, на самом деле. А группа у нас непростая, а золотая – Alten Girls. Alten Girls у нас сегодня в гостях. Доброе утро вам, девчонки. Доброе утро. Доброе утро. Вы как будто готовили. Совсем нет. Научили все. Как ваше утро началось сегодня? Замечательно. Как оно вообще началось сегодня? Рано. Очень рано. Чтобы прийти к вам. Надо же уже и накраситься, надо еще выбрать, что там одеть, какую бижутерию нацебить, чтобы красиво все это выглядело и смотрелось. Вот обычно такие вот, ладно, сегодня утро у вас такое. А вот обычное утро как начинается у звезд? Ну, во-первых, со слова «доброе утро». Ага. Да. Вот это очень хорошо. А доброе утро кому? Ну, вообще, мы живем вместе. О, ничего. Так вы еще и живете вместе. Да. Поэтому доброе, приятнейшее утро. Я отдельно. Да. А почему не прийти к девчонкам? Потому что я с сестренкой живу отдельно. Потому что у меня еще хватает бюджета. Потому что она старшая сестра, и надо присматривать. Да. А я к ним прихожу в гости. Сегодня она ночевала у нас, для того, чтобы... И утром проснулись, сказали друг другу «доброе утро». Ага, замечательно. Когда вы втроем ночуете, вы ночью спите или там болтаете? Нет, наверное, мы больше болтаем, чем делимся секретами. Потому что мы скучаем, она очень редко приезжает. Можно еще и поют, да? И разом десять поднимаем друг друга, спокойной ночью. Не затыкайся, а потом только засыпаем. Ну а скажите, вы в первую очередь коллеги или подруги? Наверное, подруги. Потому что мы были на проекте. Вы с одного проекта? Да, проекта «Хочу стать звездой». И где-то два месяца мы жили вместе. Видели, да, сдружились, общались. Но никто никак не ожидал, что мы будем в одном группе. А скажите, а когда-нибудь ругались? Ну, бывают же такие разноголовые. Бывают. Это девчачий коллектив. В женском коллективе всегда бывают какие-то... Недомовки, да? Да. Ну а как такие вот эти точки соприкосновенные? А может быть, кто-то на уступке больше идет? Кто-то вот ищет какие-то компромиссы между собой? Или вы как пошло-поехало у вас там? На самом деле мы очень-очень спокойны. И все больше склонны к доброте, к дружбе. И поэтому у нас нет такого. Даже если в чем-то мы ругаемся, то на самом деле это так. Быстро забывается. Обиды длится максимум на 5 минут. Слушайте, вот хорошо. Всегда завидовала всем людям. Я же там, кто-нибудь обидит. Я там хожу, могу день проходить, могу полтора дня проходить. Я не припоминаю. Нет, это с тобой-то уже, понимаешь, ладно. Вот так вот каждый день. А скажите, девчонки за фигурой следите. Чем завтракаете? Ну, в последнее время мы завтракаем овсянкой. Я не знаю, как. Я, например, йогурт. Решили на диету сесть. А нет такого, чтобы с утра там касс. Весна, понимаешь, весна идет. Все худеют. Все там где-то хидают. Сказываем, и мы такое не кушаем. Это есть только дома. Для начала это стакан воды нет. Вот. Я так завтракаю. Все? Все. Сегодня? Посмотри, а? Он просто тоже мне постоянно говорит, Женя, со стаканчика водички. Я говорю, да-да-да-да. А вот здесь вот оказывается. Мы все-таки объявим нашу рубрику девчонкам, чтобы они знали, что это за игра такая. Конечно. Есть у нас такая рубрика замечательная. В «Хорокодилы» когда-нибудь играли? Да. Да. Я думаю, все играли. Вот в этом кон... В школе. Сейчас мы вспомним школьные годы. Вот в этом конверте находится слово, которое мы вам загадали. У вас будет всего лишь 4 студии и по 2 вопроса в каждой студии для того, чтобы отгадать это слово. Вот. Вы можете, в принципе, задать нам 2 вопроса, которые касаются вот этого слова. Но давай все-таки дадим подсказку и скажем, что это не живое существо. Это не живое существо. Все. Это не живое существо. Передавай конверт, его открывать нельзя, только в конце программы. Передаю вам конверт. Мы можем задать только 2 вопроса. Только 2 вопроса. 2 вопроса в каждой студии. Вот сейчас можете задать 2 вопроса. Потом мы уйдем на клип, потом придем опять. А мы пока подумаем. Нет, а вы сейчас 2 вопроса задаете, потом мы уходим на клип, смотрим хороший клип, с народом вместе просыпаемся, а потом приходим во 2-ю студию. Что зададим? Хорошо. Мы отвечаем только «да» и «нет». Вот. 2 вопроса у вас есть. Ну понятно, что это предмет. Так. Что можно? Это предмет сейчас есть? Да. Да. Есть, да? Может. Ага. И второй вопрос. Так. Предмет. Что можно такое? Можно... Сейчас начнешь подсказывать. Ну да. Хорошо, я не буду подсказывать. Потому что... Что вам еще интересно узнать? Хорошо, он твердый? Нет. Нет. Нет? Все, вот 2 вопроса задали, теперь мы уходим, друзья, на клип, потом вернемся. У нас в нашей студии замечательные девчонки из «Алтен Геллз». Друзья, слушай, Сережа, ты загрузил слишком девчонок. И девчонки сидят, думают, что же это на самом деле. Но об этом девчонки зададут нам вопросы в конце. Сейчас давайте все-таки об их творчестве. Вот. Что сейчас у вас на творческом поприще? Готовите что-то, презентуете скоро или как? Да, мы скоро собираемся снимать клип. Ага. В будущем планируем будет. На какой песню? Это можно говорить? Пока это нельзя говорить. Ага. Пока нельзя говорить. Но я знаю точно, что на седьмом месте вы в украинском топ-10, да? С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Представляете, да. Первая казахстанская группа, которая прорвалась, так, я не знаю, за пределы Казахстана, да, и хорошо так прорвалась. Но на кастроли приглашают уже туда или пока что? Нет, мы ротируемся только со вторника. Вот. И это не первая группа, то есть у нас есть... Первая кофеи. Да, первая кофеи. Но вы все-таки, как можно сказать, из одного продюсерского церва, да? Да, да. Но вот вы считаете их конкурентками себе? Нет. Это у нас подруги. Кстати, как вы общаетесь с девчонками? Хорошо. Дружите? Мы тоже с проекта. Ну да. С одной из девочек, я вообще жила в одной комнате, да, мы в очень хороших отношениях. Можно сказать, мы близкие подруги. Да. Слушайте, ну вот работа, работа, это такие клипы, песни. А как с личной жизнью дела обстоят? Это, наверное, сейчас все парни... Это пауза. Все парни премнули. Да, да, к экрану свою. И такие, записывают. Так, давайте по очереди, да? По очереди. По очереди, давайте. Очните. Первым делом самолеты. Ну а в нашем случае это, конечно, музыка, наше творчество. Работа. Пока времени на личной жизни нету, да? Ну, мы начинаем. Ну а поклонников-то сколько, подожди, нужно выбрать, понимаете? Вот мы же девочки такие, нам надо выбрать, посмотреть, кто как там ухаживает, кто какие цветы дарит, кто что. А вот в отношении, вот если бы вы заводили, какого бы избранника себе выбирали, вот там три качества, которыми он должен обладать? Он должен быть сильным. Он должен быть бодибилдером? Сильным духом. Так, сильным духом. Он должен быть честным. Честным, вот честность в наше время очень такая штука хорошая. Внимательный. Внимательный, вот. А на что он должен обращать внимание? А вот какие-то мелочи там, что любишь там из еды, чтобы не повезти тебя в китайский ресторан, знаешь, что ты не ешь там суши. Да нет, просто заботливо. Креветки. Просто быть заботливым. Просто быть заботливым. Да. Вот, видишь, вот я тебе сколько раз говорю, понимаешь? Что для счастья нам надо? Всего лишь забота, понимаешь? Да, в ресторан, жаль. Так, ну хорошо. Девчонки, вот смотрите, работаете, работаете, отдыхаете как? Так. Как мы отдыхаем? Ходим в кино. Нет, вместе. Конечно, вместе. Вместе, да? Ходим в кино, когда у нас есть свободное время. Какой фильм посмотрели? В последний раз посмотрели какой фильм? Так. Восемь берут семей, нет? Нет, очень много. Восемь много семей. Нет, 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 другой, другой фильм. В общем, на какой фильм мы ходили точно. Я знаю, значит, это замечательно, что не запомнили. Нет, мы просто... Я помню, что мы на комедию ходили, на несносный босс, а после мы еще на какой-то комедии, поэтому я уже не помню. Ну, мы порядка, наверное, где-то трех недель никуда еще не ходили в плане кино. Вы не считаете с тусовщицами? Нет, нет. Абсолютно не. Нет? То есть вы такие домашние хорошие девочки, которые занимаются музыкой, которые пока что отношения не заводят, да, а выбирают. Не, ну мы не исключаем тот факт, что мы можем встретить человека, да, если, конечно, он тебе по душе, если он тебе нравится, почему бы и нет. Но если в том случае, что ты будешь это совмещать с работой, как бы в приоритете, да, работа, карьера, это музыка, но если будет, то нет. А как отношения с продюсером обстоят у вас? Замечательные. Ну, Жень, было бы странно, если бы они сказали незамечательные. А все говорят так замечательно, а потом выходят такие. Часто встречаются с продюсером. Ну, не очень часто, потому что она, ну, как бы сейчас ведущая, она очень знаменитая, но при этом она всегда с нами на связи в любое время. А в WhatsApp есть группа у него всех? Да, конечно. Мне кажется, это такая вещь, которая у всех есть, да? Да, у всех. У там, я не знаю, у звезд, у певцов, у телеведущих и все остальное. Вот о чем там можно перейти, как она называется? Вот у кого-то, как называлась «Золотой дождь»? У кого же? У МакПалласа в веку? Да, у Луины. А у вас она как называется? У нас называется «All the girls». А, тут ничем мыгреть не надо было. Девчонки, а вот ваша песня, да, «Хочу стать» звездой, точнее клип. Были ли какие-нибудь смешные случаи на съемках? Что-то не получалось, какой-то дубль? Может быть, кто-то не мог раскрепоститься, там говорили, там, ну давай, больше мне сексуальность, а вы такие там... Что-нибудь было такое? Есть кадры, где я падала со стула. Серьезно? А ну вы же там вытанцовывали. Не, ну у нас там были у всех такие кадры. Такие кадры у меня особенно бывают. Это получилось. А долго готовились к клипу? Там вот хореография? Ну, танец, да. Месяц где-то. А снимали два дня. Два дня. Но танец вам легко дался или нет все-таки? Если честно, не совсем легко. Как можно запомнить движение? Не совсем легко. Мне как силами попса. Смотря у кого какая мышечная память. Вот именно если у тебя есть мышечная память, то в принципе ты можешь запомнить, это надо просто оттачивать, чтобы это было красиво. Одно запомнить дело, а другое сделать это очень красиво. Чтобы синхронно все было замечательно. Это очень тяжело, но девчонки постарались, и мы это все видели в вашем клипе. Вы молодцы. Давайте два еще вопросика по поводу нашего крокодила. Что можно такого задать, чтобы разумно? Это мягкое, мы уже вам ответили. Это есть в студии. Это не живое. Мы можем на нем спать? Нет. Нет. Нет? Второй вопрос. Ну, здесь очень много мягких пубрушек. А можно прям прямой вопрос задать? Ну, если прямой вопрос, значит, если вы не угадаете, вы проиграли. А, нет. Нет, тогда нет. Нет, 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 подождите. Это можно носить? Да. Да. Все. Можно носить. Два вопроса. Понятно. Сложные у нас. Женя загадывала это слово, поэтому давайте, друзья, давайте просыпаться вместе с нами, тем более, сегодня у нас в гостях замечательные девчонки из группы Out and Girls. Доброе утро всем. С дыханием природы вставай, вставай. Друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас такой солнечный эфир с солнечными девчонками, которые... С золотыми. С которыми пахаянно улыбаются. Скажите, вот да, интересно, а кто название придумал в группе? Спонсоры и продюсерсеры. Так, еще у вас есть спонсоры, да, которые могут вас там отправить куда-то. Вот куда-то уже ездили на гастроли в другие города? В другие города, да, ездили. Как встречает публика? Или она еще не знает только, кто это, что это? Сначала они такие присматриваются, а потом уже, когда слушают письки... Пойдет и начинает уже поддерживать, да? А вам самим, при какой публике проще выступать? Когда огромный зал или когда вот там сидят 10 человек, но с энергетикой? Мне кажется, не важно, где ты будешь выступать. Главное полностью отдать себя к публике, и тогда ты получишь отдачу. То есть если ты будешь... Ты если выложишься на 200%, они, естественно, тебе отдадут. Скажите, а бывали случаи, что вас узнавали на улице? Да, конечно. Бывали. Пользуетесь популярностью? Мне кажется, мы еще такие маленькие. Маленькие, мы еще растем, растем. Да, мы еще растем. Я думаю, что это ждет нас. Но в скором времени мы будем пользоваться на ноги. А вот интересно, смотрите, какой все-таки у вас стиль? Мы вот, как с Женькой поняли, что у группы кофе, да, стиль таких развязанных девчонок. Мы можем по клипу это увидеть. А у вас более скромные такие, вы прилежные? Ну да, скорее всего, да. Если сравнивать с кофеем, то да. Вы такие обаятельные, такие женственные, все такие плавающие какие-то, но красиво, на самом деле смотрится очень красиво. Скажите, а вы приехали в Алматы или вы из Алматы? На самом деле мы все приехали. Специально на конкурс? То есть вы все приезжие. Кто откуда? Кто откуда? Ну, мы из города Шемкин. Я уже жила здесь. Я поступила в ВУЗ в Казгу. И тут отучилась, и после этого сразу в группу попала. Я закончила вверх. А ты? Ну, родители у меня в Астане. Ага. Холодная Астане, там сейчас, наверное, тубак. Ну, корнями я старалась. Ага. Так, родители. Сейчас с юга. Сейчас с юга. Сейчас с юга. Причем мы, друзья, удивились, услышав Ильича и Ирину. Нет, причем было так. Девчонки, давайте знакомиться, как вас зовут. Меня там зовут Женя, меня там зовут Сережа. И такие, меня зовут там... Назима, Куралай. А мне Ирина. Что? Как? Ирина. И мы такие стоим, и даже не знаю, что сказать. После трехминутной паузы. Часто такое бывает? То, что путают? Да. Почти на каждом интервью. На каждом интервью, да? Ирина. Что? Да. Переспрашивает. Как? Кто из вас Ирина? Вот мы тоже не отличились за эти. Поэтому тоже на всякий случай переспросили. А вот все-таки ваши же песни есть и слова на казахском легко давались слова на казахском? Девочки помогают. 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 Молодцы. Я очень плохо понимаю казахский язык, и при этом мне нужно их заучивать, и с акцентом уже помощь девочке. Вот все-таки дружба настоящая. Иногда мы чисто на казахском разговариваем, чтобы она нас хоть как-то понимала. Вот это хорошо, когда фото разговаривает на казахском. Потому что мы с Сережей давно хотим, будильники свои, какой-нибудь эфир на казахском прости. Я говорю, ну давай учи. В 2050 году мы это сделаем. Пусть даже в 2050 году, но мы это сделаем. А дома бываете у себя? Или все-таки вы постоянно там здесь? Ну вот недавно буквально мы Новый год отметили вместе, то есть на работе в Астане, а тут все разлетелись по домам. А, вы на работе все-таки? Да. И каково это встречать, Новый год на работе, скажите? Первый раз я встретила на работе. Ага. Девочками, уже с моей второй семьей. И как? Какие ощущения? Ну, хорошо. Ну, не скучали вот по этому домашнему уюту, когда вот здесь собираются с уютами? Ну, это что-то новое, иное, как бы ты на сцене, на Новый год. Новые ощущения. Да, новые ощущения, новые желания. И вот какая-то атмосфера, да, с моей? Как вместе проведем, встретили, да, так и проведем. Так и проведем. А скажите, как вот относятся родители к вашей деятельности? Близкие? Они хорошо. Они поддерживают, да? Они поддерживают, да. Вначале, конечно, были против мои, а потом уже сейчас относятся очень даже хорошо. То есть они не говорили там, на бухгалтер отучилась или бухгалтерские там куда-нибудь. Скажите, девчонки, а вот когда ваши родные увидели ваш первый клип, что сказали? Какие комментарии были? Они, конечно, были очень рады, обрадовались, что у нас такой клип. Критики не было ни у кого? Не сказали там, что-то ты немножечко раздета. Ну, как бы, это просто к слову, так папа спрашивает. Ну, что-то папа еще увидел мои клипы. Мне один раз было достаточно. А мне понравилось все. А у тебя? Все понравилось. Все понравилось. То есть все абсолютно всем понравилось. Но вот были на проекте, потом сразу же группа как-то завертела. Вот звездная болезнь ничего не наступила у вас? У всех артистов, да? Она когда-то рано или поздно приходит, но потом уже со временем артисты все начинают, а ну ладно там. А вот у вас она еще не наступила, она все равно придет когда-нибудь, может быть, и может быть, и нет. Мы надеемся, что не наступит. Вы что-то предпринимаете, вы держите себя? Нет, нет никакого контроля. Я думаю, что это от человека зависит. Да, если ты всей душой любишь музыку, если ты к этому отношусь и трепетно, то есть работаешь над собой, и я думаю, это не наступит. То есть к вам можно подойти вот так вот, познакомиться, там, да, привет, да, нет, взять автограф и так далее. Вы не будете. Нет, я не раздаю автограф. Взявите. Все-таки узнаем еще два вопроса, девчонок, и уйдем на клип. Два предпоследних уже вопроса. Ух, хорошо. А следующий студент, что уже? Да, они уже скажут слово. Какие вопросы? Их носят на ногах? Да. Да. Ну, где мы все? А мы знаем. Мне кажется, девчонки могут уже сказать ответ, да, наверное? Можем я их не тапочки. Да, это тапочки. Вы можете открыть конверт и убедиться в этом лично. Слушай, мне кажется, надо загадывать нам слова какие-то, тапочки. Молодцы, девчонки. Правильно, на самом деле, девчонки угадали. Все-таки логика у вас работает. Логически думать. Понимаешь? Ну да, выходи. Но еще работают наши клипы, они повышают отличное настроение. Поэтому давайте настроение свое повышать и, конечно же, просыпаться вместе с нами. Друзья, мы продолжаем. Вот такое вот у нас, знаете, утро сегодня с девчонками. Золотое утро. С умными девочками. С умными. С умными девочками, у которых логика очень хорошо развита. Потому что они уже отгадали в третьей студии. Я вот хочу спросить, вы все шли на проект ради чего? Ради все-таки творчества, музыки или вы хотели славы больше, чтобы вас узнавали? Скорее ради творчества. Да. Скорее или кто-то нет? Нет. Все занимались и до этого. Музыкой занимались. Это мой не первый проект, поэтому я уже шла оттуда направо. А это мой первый проект. Подождите. И у Ирки тоже первый. А в каком-то проекте было? Абрикозвезд. А, так ты еще там участвовала. То есть у тебя уже был какой-то опыт, да? Да. Когда ты пришла и уже уверенно себя чувствуешь. А вот до этого пели девчонки вообще, может быть, я не знаю, на праздниках? Я училась в музыкальном классе. С первого по девятый класс. Здорово. Я тоже помню. Так ты музыка живешь, да? Да. Это у тебя жить было в школе, когда ты тридцать. Я почему-то помню. Я еще помню песню с детского садика. Вот пузатый кабачок. Кабачок. Бачок, да. Ира, ты пела для себя в караоке или все-таки как-то училась? Ну да, все-таки я начинала с караоке. Все мы начинали, да, с караоке? Начинала с караоке. Это была моя работа. А потом? На проект попала. И вот в группу залетела. Это был первый проект. Что? А, кстати, как в группу-то попали? Ой, точнее, на проект попали-то все. Вот где-то увидели, кто-то подсказал. Мне подруга посоветовала. Подруга социальной сети. Меня подруга повела за ручку. За ручку. А если бы не повела, не пошла бы? Я даже не знала. А, ничего себе. Вот как неожиданно, да, всего? Ты представляешь, вот как попадают? Но все-таки, мне кажется, это вот какая-то судьбоносная встреча у вас произошла на проекте, которая вот в дальнейшем переросла во что-то больше в группу. Хочу спросить у вас, о наших казахстанских кого слушаете? Есть ли такие? Конечно, есть. Многих слушаем. Например, сейчас, допустим, не знаю, Жанара Дугалова. Она вообще, божественно. Это наши, вот ее любимые песни, мы все знаем почти наизусть. Дельнас Ахмадин. Дельнас. Лидо. Группа Орда. Орда. Макбау Сабекова. Макбау. А вот дружите с кем-нибудь. Дружите еще и есть. Есть те люди из шоу-бизнеса? Ну, я очень близко дружу с фабрикантами. Потому что мы с ними вместе, когда закончили Алио, Капу, Джигиц. Девочки, ну... Мы вообще со всеми дружим. Да. Со всеми общаемся. Но вы встречаетесь, знаете друг друга? Да, конечно. Знаем. А, ну вот мы про это мы хотели и спросить про себя. Ну что, девчонки, в ближайшее время от вас ждать клипа, от вас ждать песню. Какое-нибудь это будет что-то зажигательное или все-таки что-то... Меланхоличное. Будет и зажигательное. Ну, вы увидите. Понимаете, вот... А скоро это сколько? В конце этого года или... Нет, ну, в ближайшие 3 месяца, наверное. Ага. Ну, где-то так, да. Ну, слушайте, вы... Лето вы уже что-нибудь увидите. Конечно. Мы уже будем ждать вот эти ближайшие 3 месяца ваши клипы и хорошие... Спасибо большое, что этим утром вы сегодня были с нами, девчонки. Что вы пришли к нам, рассказали, как... Проснулись, самое главное. Как, что. Самое главное, проснулись. Самое главное, проснулись очень рано для того, чтобы прийти к нам. Ну, вот, и, конечно же, на камеру вы можете пожелать всем доброе утро, всему Казахстану. И, конечно же, сказать, чтобы не боялись ходить на все вот эти проекты, потому что многих вот так вот и находят. Мечты с вами лицом. Можете пожелать на первую камеру. Доброе утро. Дорогие казахстанцы, доброе утро. Всем желаем удачного и позитивного дня. А я скажу, все, что есть, это результат наших мыслей, поэтому мыслите правильно. Отлично. Ну что ж, всем пожелаем удачного дня, улыбок и побольше позитива. Вот это, вот на такой позитивной ноте мы с вами попрощаемся, но попрощаемся ненадолго, потому что на всех мероприятиях мы увидимся с вами, конечно же, увидимся на нашем канале, на лучшем музыкальном, потому что, я думаю, что клип у вас у нас постоянными гостями. Все, девчонки, вам спасибо огромное, пока и, конечно же, хорошего вам настроения целый день. Спасибо большое. Кстати, вы молодцы, вы сегодня угадали, у нас, между прочим, диски-то не подарил. Вот, Женя сейчас возьмет вот эту гору и каждому подарит. Так вот, пока мы будем смотреть клип, мы будем дарить девчонкам диски. А пока что, друзья, доброе утро и просыпайтесь. Алло, добрый день, девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Девушка, скажите, пожалуйста, я звоню вам насчет объявления. Насчет какого? Шубы. Что? Шубы. Помогите, по граммче, я ничего не слышу. Насчет шубы. Да, что вы хотели? Скажите, это норковая шуба? Да. Сколько она стоит, окончательная цена? Там написано вроде бы. Ну, знаете, всегда звонишь, потом говорят, другую цену. Нет, там написано вроде бы 80, до 75 окончательно. 75 окончательно, да? А, скажите, пожалуйста, а сколько норка прожила? А, это надо у сестры спросить, это потому что ее шуба. Это ее шуба, да? Ну, а вы что-нибудь о ней вообще знаете? Ну, я ее в прошлом году носила, в прошлом, наверное, она купила. Ага. Потому что она купила и потом захотела длинную. Вот эту отдала мне, купила себе другую. А, скажите, пожалуйста, а запаха нет от нее? Ну, пахнет она вкусно, невкусно, я не знаю. Я просто для девушки шубу покупаю, из-за этого я вам задаю такие вопросы. Нет, нет. Скажите, а где эта норка проживала? В какой стране? Ну, в смысле, я знаю, там, например, австральская норка, она там в Австралии живет, я не знаю, в Антарктиде, в Антарктиде. Откуда покупали? Нет, вот зверек бегает, 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 его потом ловят и пускают на шубу. Или это ферма была специальная, где выращивали их? Вы знаете, таких подробностей, я не знаю, обманывать вас не сразу. Ничего себе. Насчет этого, где именно ловили это животное, из которого вы делали, я вам не могу ответить, sorry. Ага. Ну, а скажите, а вам не жалко носить шубу самим? А то вот у меня девушка, я не знаю, куплю, она скажет, что мне жаль животных. А я скажу вам так, скажите, эту жалость вы скажите тем людям, которые на Аляске живут, не знаю, или в Астане, или в Актьюбинске. Я думаю, нет, если холодно, то шуба это самое оно. Но я особо ее не подстала, потому что у меня нет машины, и я считаю, что это не очень красиво, когда ты идешь в шубе, в автобусе или там еще пешком. А вы не знаете, у нас вот в Казахстане норк обитает вообще? Вы что, издеваетесь надо мной? Девушка, на самом деле, доброе утро. Доброе утро. Это утреннее шоу «Будильники». Серж Позитив, Жень Таранова приветствует вас. Это утреннее шоу «Будильники». Опять же, на лучшем музыкальном. И вот за то, что мы вас так долго мучили, вам достается DVD-диск от нас именно. По номеру 315-16-16 вы можете его забрать. Хорошо. Вы с нами? Вы с нами? Норка ваша еще в порядке? В порядке. Не бегает? Девушка, спасибо вам за вашу выдержку на самом деле. Уже в конце, ты знаешь, ну что вы надо мной издеваетесь уже, ну хватит. Хорошего вам настроения, приходите за дисками, хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Ну вот так вот, понимаешь, покупать норку меньше. Причем, знаешь, по-моему, да не по-моему, австралийской норки не существует. Ты еще, нет. У Сережи новый вид вообще норки австральской. Австральская норка у него была. В общем, друзья, теперь каждый раз мы будем звонить по какому-нибудь объявлению, потому что наша новая рубрика называется «Объява». Поэтому будет очень интересно. Давайте просыпаться вместе с нами. И, конечно же, вот как мы хорошим настроением заряжаемся, так и вы заряжаетесь от нас хорошим настроением. Друзья мои, ну что ж, вот такое золотое утро. Вы узнали, почему оно золотое. Девчонки супер. Девчонки заряжают действительно какими-то хорошими нас положительными эмоциями. Ну, поэтому они золотые, Жень. Поэтому они золотые. Друзья, напомню вам, Женька, что стартовала рубрика «Инстаграмщик». Кстати, вы можете, тема такая, «Вы и зубная щетка». Загружайте эти фотки в Инстаграм, ставьте. Хэштег «Будильники» или «Музон». Нет, «Будильники» «Музон». А, «Будильники» «Музон». Вот так вот нужно ставить. И кто знает, может быть, каждый, кстати, каждый понедельник мы подводим итоги и показываем ваши накопившиеся фотографии, которые вы присылаете к нам на весь Казахстан. Кстати, будем показывать ваши странички. Инстаграм, да. И, кстати, потом ваши подписчики перевалят за отметку миллион. Как у нас. Как у нас. Женька пошутила. Ну, пошутили и хватит, друзья мои. На самом деле желаем вам продуктивного, хорошего дня. И, конечно же, заряжайте друг друга, не только себя, да, на всю целую неделю, а заряжайте друг друга, как делаем это мы. Пока! Поддельник. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok